Она очень напряжена, психически очень напряжена. И это напряжение началось полтора или два года назад. До этого все было нормально. У меня сейчас идет плохой период, он закончится через полгода. Причина напряжения сильная. То есть она грубит, потому что ей тяжело психически. Она не только... Пошел, пошел. И это тоже. Просто, понимаете, школа наложилась на плохой период. Она не только грубит, она замыкается, напрягается. Она, наверное, не хочет учить уроки. То есть ей просто очень тяжело сейчас, реально. Я бы в этой ситуации вообще, может быть, или как-то ее не напрягал, или вообще освободил от занятий. Ну, то есть она реально психически на срыве находится. То есть с ней надо как-то очень-очень аккуратно. Иначе вы можете увидеть психический срыв у этого ребенка. У нее даже был один приступ уже недели-две назад, мне кажется, такой истерии. Это знак очень плохой. То есть у нее психика на пределе. И сейчас два варианта. Или вообще, чтобы она не училась, или как-то смягчить ее нагрузку, не трогать ее. Иначе последствия могут быть очень плохими для ее психики на всю жизнь. Такие периоды у людей бывают. Вот она попала в такой плохой период, это не значит, что она всегда такой будет. Через полгода она начнет отходить и легче станет. Вот такой вопрос сразу, параллельный. Если ее сейчас примерно оставить, а с следующего года отдать тот же глаз, но она другой. Знаете, как бы, можно и так, можно ее доучить, как бы, но главное на нее сейчас не нажимать, просто оставить ее в покое. И я бы вам посоветовал ее отдать в какую-нибудь спортивную секцию, вот в таким напряжением психическим. Оно преодолевает с помощью движения. Вот если бы она, допустим, бегала или плавала. Она плавает. Есть, да, это она делает. Все равно не помогает, да? Нормально. Надо больше ее давать нагрузку спортивную сейчас и меньше нагрузку в плане обучения. И ей легче станет. Продолжение следует.